Иосиф Святые отцы неоднозначно отвечают на вопрос, почему Мария обрелась имущей в очреве после обручения с Иосифом. Ефимий Зигабен указывает на возможное избежание казни за растление. Преподобный Ефрем Сирин говорит, что предварительное обручение произошло ради преемства царей, ибо сын Давида приписан был к царям. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что сие было необходимо ради защиты причистой во время бегства в Египет. Священно-мученик Игнатий Богоносец называет еще и четвертую причину, по которой Христос зачат был от обрученной. Это для того, говорит он, чтобы рождение Мессии было сокрыто от дьявола, ибо дьявол считал его родившимся от девы, а не от жены замужней. Слова о том, что Иосиф тайно хотел отпустить Марию, святоотеческая мысль истолковывает двояко. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что праведность Иосифа не хотела не только наказать обручницу, но и опозорить. В то время как блаженный феофилакт Болгарский и преподобный Ефрем Сирин объясняют решение святого тем, что он не осмеливался иметь с женой удостоившуюся зачать от святого духа. Для чего же позволил Господь в душе Иосифа зародиться тяжелому подозрению? По словам святителя Иннокентия Херсонского, в этом состояла великая божественная педагогика. Спасителю надлежало утвердить в душах праведной четы убеждение, что рождение духовное не может быть без особенных искушений и скорбей. В современном русском языке обручение – это нечто предшествующее браку, и обрученные остаются женихом и невестой. Таким подготовительным к супружеству этапом было обручение и в римском праве. Но у древних евреев оно составляло, напротив, основной, наиболее важный элемент, сопровождаемый свадебными обрядами и составлением брачного контракта. Таким образом, с точки зрения общества, обручение и было вступлением в семейный союз. Само слово, которое употребляется в греческом тексте этого стиха «мнестеуамай», также использовалось для выражения понятия о заключении брака. Поэтому после обручения Иосиф называется «мужем Марии». Многие комментаторы, как древние, так и современные, говорят о том, что если бы не вступление в супружество, при чистой деве угрожала бы смерть, как ятой в прелюбодеянии. Но на самом деле, исходя из толмудических установлений, прелюбодеяние было очень сложно доказать. Нужны были свидетели. Было необходимо, чтобы кто-то предупредил женщину перед тем, как она соделает грех о последующей неминуемой казни. Эти ограничения делали смертную казнь редкой, почти невозможной. Кроме того, вероятно, под властью римлян евреям было запрещено приговаривать кого-то к высшей мере наказания по своему закону. Последнее было привилегией римской власти. Евангелие от Иоанна содержит характерное еврейское изречение. «Нам не позволено предавать смерти никого». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 31. Тем не менее, в отличие от законов других ближневосточных обществ, если женщина совершила прелюбодеяние, муж не мог ее простить. Он был обязан с ней развестись, она была ему запрещена. Перед Иосифом стоял выбор – либо привезти подозреваемую жену в Синедрион и, таким образом, обнародовать содеянное, либо тайно отпустить Марию, чтобы и самому не оказаться нарушающим закон, поскольку невест в таких случаях отпускали с разрешительной грамотой и разводным письмом. Второзаконие, глава 24, стих 1. В данном письме могло быть не прописано, почему разводятся обрученные. Таким образом и хотел поступить Иосиф, сберегая честь Марии. И праведность его была в том, что он не желал ее позорить. Слово Писания, переводимое на русский язык как «обличить», «пародейгматисой», означает также и «опозорить». Иосиф не приступал еврейский закон, провозглашающий. «Лучше броситься в горящую печь, чем опозорить своего ближнего при людях». Талмуд Мишна, трактат Бава Мецея, лист 59. И Бог испытывает стыд, когда один человек позорит другого. Мидраж берешит рабба. Глава 24, стих 7. Согласно одному из иконографических изображений, зачатием своим, Пресвятая Дева попрала змия, поработившего мир. Но освобождение от рабства дьявола было бы невозможно, если бы промыслом Божиим Марии не был дан праведный Иосиф. Так Евангелие научает нас тому, что как бы ни было трудно дело спасения, какие бы козни не устраивал враг, Господь всегда пошлет своего земного ангела, дабы защитить от превратности и бурь в него верующих. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео. Продолжение следует...